Продолжить работы по строительству улицы Негина, Центра культурного развития и школы Назоргия. Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции моста через Вичкин-Зу. 382 миллиона рублей предусмотрено в бюджете города на следующий год на мероприятие инвестиционного характера. Из них 307 на строительство важных городских объектов. Будет продолжено строительство улицы Чкалова за счет средств местного бюджета в сумме 10 миллионов рублей. Предусмотрено строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16 в сумме 13,6 миллионов рублей. Это размер софинансирования за счет средств местного бюджета. Остальные средства мы ждем за счет областного бюджета, за счет субсидий областного бюджета. Также заложены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство проезда от Советской до Детского сада 42, реконструкцию Садовой. Там планируют сделать кольцо на пересечении с Диметровой и отремонтировать участок от Зернова до Негина. В этом году хотели запроектировать школу в 15 микрорайоне, но место там не позволяет разместить новое здание. Поэтому бюджет следующего года предусматривает создание такого проекта на школу в микрорайоне 22. А вот со строительством детского сада на той территории не все так просто. Вы же понимаете, что стоимость строительства детского сада – это порядка 400 миллионов рублей. То есть сегодня нет никакой информации о том, что у нас область поддерживается этим проектом. Поэтому просто так сейчас резервировать средства местного бюджета, не имея информации о том, что нас включает в адресную институционную программу области. Мы просто это, я считаю, замораживание средств. В бюджете заложены средства на реконструкцию хоккейной коробки «Сокол» на Куйбышево и на продолжение капитального ремонта центра образования действующей 11-й школы. Также в 2023 году выделят деньги на профилактику терроризма и экстремизма в школах. По сравнению с прошлым годом видим значительное увеличение. Это связано с тем, что начиная с 2023 года проектом областного бюджета предусмотрены новые субсидии на мероприятие по антитеррору в объектах образования. Нам на следующий год Сарову предусмотрен 5 миллионов 323 тысячи рублей на условиях софинансирования 50%. Соответственно, те же деньги, те же средства, такие же, в таком же размере мы предусмотрели за счет местного бюджета. Напомним, ранее Минобор сообщил, что меры безопасности в школах региона будут усилены. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Глеба Никитина. Ведомство рекомендовало вести пропускной режим во всех школах.